Подарок на 45-летие в Новосибирском электродном заводе ввели в эксплуатацию новый смесительный комплекс немецкого производства. Это оборудование позволит не только вдвое увеличить производительность участка, но и добиться высоких характеристик готовой продукции. Рассказывает Станислав Блинов. Вот этот зеленый агрегат за моей спиной и есть новый немецкий смеситель. Сухие компоненты попадают в него сверху и уже внутри смешиваются с горячим пеком, нагретым до температуры примерно 200 градусов. Потом готовая смесь по ленте конвейера закрытого типа попадает в гидравлический пресс. И на выходе мы получаем заготовку электрода. Продукцию Новосибирского завода везут на все континенты планеты, кроме Антарктиды. Это один из ведущих экспортеров региона. Сегодня здесь работают больше 2000 человек. В их числе машинист крана Любовь Вилиных. На предприятие она пришла 30 лет назад и сегодня принимает участие в первом торжественном запуске нового оборудования. Я думаю, что проще станет. Будет производительность труда, будет больше. Будет качество продукции, будет лучшее качество заготовок. Новое оборудование мы еще не разговаривали. Один новый комплекс заменяет четыре старых агрегата. На каждый из технологических этапов от изготовления смеси до выхода заготовки уходит не больше 15 минут. При этом общая производительность смесильно-прессового участка вырастет до 10 тонн в час. Инжиниринг, который проводился здесь на предприятии, основная была задача – это вмонтировать действующее производство данный комплекс, установить его сюда, привязать, сделать это достаточно быстро. А сам непосредственно монтаж проходил здесь в течение двух месяцев. Мы занимались на площадке. Ну и изготовление само длилось у нас практически, наверное, месяцев 7. С момента, как мы подписали договор, в течение года мы комплекс выпустили. В следующем году на электродном заводе планируется установить второй такой же комплекс. Это одна часть большой инвестиционной программы, в ходе реализации которой объем вложений составит около 1 миллиарда рублей. Станислав Блинов, Евгений Агеев, Новость ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok